Воззвание Донецкой Народной Республики Мы, Донецкая Народная Республика, по результатам референдума, проведенного 11 мая 2014 года и основываясь на декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики, объявляем, что отныне Донецкая Народная Республика является суверенным государством. АПЛОДИСМЕНТЫ Высшим органом государственной власти в Донецкой Народной Республике является Верховный Совет, который формирует правительство Донецкой Народной Республики и Совет Безопасности Донецкой Народной Республики. Исходя из воли изъявления народа Донецкой Народной Республики и для восстановления исторической справедливости Просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Народ Донечины всегда был частью русского мира, независимо от этнической принадлежности. Для нас история России – это наша история. Российские и советские победы, в том числе в Великой Отечественной войне, являются нашими общими победами. Изначально Донечина в течение долгих веков была частью Российской империи. И лишь после кровавой катастрофы 1917 года оказалась отделенной условными административными границами от Большой России. Донецкая Криворожская Республика, образованная в 1918 году, имела недолгий срок и вернулась в состав РСФСР менее чем через год. В составе Украины мы прожили большую часть 20 века. Но это было возможно в силу того, что сама Украина была территориальным образованием единого государства. 1991 год стал катастрофой русского славянского мира. Но наш народ все еще надеялся, что Украина, Россия и Беларусь восстановят свое историческое единство. Окончательно эта надежда рухнула в марте 2014 года, когда в ходе государственного переворота власть на Украине захватила Киевская хунта, исповедующая неонацистскую, расистскую и русофобскую идеологию. И за декларациями, призывающими не только лишить русских и русскоязычных всех прав, но приступить к их уничтожению, москалей на ножи, последовали карательные операции и террор, уже унесшие сотни жизней в Славянске, Одессе, Мариуполе и других городах Украины. В этих условиях народ Донецкой Народной Республики в ходе демократического свободного референдума принял решение о создании собственного государства, демократического, народного, суверенного, основанного на соблюдении прав народов человека, на превосходстве социальной справедливости, дружбы народов и верховенстве права, гарантии жизни, свободы, достоинства и других прав и свобод. Исторически подавляющее большинство населения Донечины придерживалось православного вероисповедания и продолжает исповедовать его до сего дня. Признавая и гордясь этой православной идентичностью, мы обязуемся соблюдать свободу совести и вероисповедания всех традиционных конфессий и уважаем все возможные точки зрения в сфере религии. С момента основания нашей государственности 11 мая 2014 года мы хотим выразить свое отвержение всех форм фашизма, национализма, шовинизма, расовой дискриминации во всех формах. Пока на Украине эти идеи будут доминировать, добрососедских отношений с нашими бывшими согражданами, проживающими к западу от наших границ, нам не выстроить. Но мы будем защищать идеалы Донецкой Народной Республики, нашу свободу, суверенитет и независимость, нашу идею, чего бы нам этого не стоило. Со всеми иными глазами мы смотрим на Россию, с которой мы связаны не только исторически, культурно, религиозно, экономически, но и входим в общее с ней пространство русской цивилизации. Благодарю за внимание.